Привет, друзья! Вы, наверное, слышите назойливый шум, который издает вот этот вот квадрокоптер, который тоже снимает меня. Это летает Xiaomi Mi Dron. Между прочим, до сегодняшнего дня я его и в глаза-то не видел. Это личный квадрокоптер оператора Лёши. В моих руках DJI Phantom 4 Pro, а это Xero, Zero, Hero, Zero. Как ни назовите, всё будет и правильно, и неправильно одновременно. Для каждого региона это будет читаться по-своему. Наши называют его Xero. В хобби-центре, который помог нам собрать все эти квадрокоптеры вместе, называют его Xero. Ну и пусть будет Xero. Для чего вообще этот тест сравнения? Вернее, как? Не для чего, понятно. Будем выяснять, кто лучше. Но не по параметрам каким-то. Понятно, что DJI Phantom 4 Pro лучше, чем вот оба оставшихся квадрокоптера. Но намного ли он лучше? Вот это и выясним. Потом обстоятельно сравним по характеристикам все модели и составим какое-то мнение, которого сейчас просто нет, потому что мы не отсмотрели материалы. По полётным характеристикам уже кое-что есть. Сейчас ветрено, очень сильные порывы ветра. И в таких тяжёлых условиях удалось составить вот мнение как раз об устойчивости этих аппаратов в воздухе. Прежде чем продолжить, небольшая ремарка о рынке квадрокоптеров. Всё, что вы видите на Алиэкспресс, Гербесте и других подобных площадках, это даже не вершина айсберга. Это малая часть добравшихся до обычных пользователей летунов из во многом закрытого профессионального рынка. Чаще корпорации создают простые устройства уже после того, как закрепились на рынке. Но иногда и наоборот. Вот из последних яркий пример это продукция компании DJI. Вертикально построенное производство, чуткий контроль качества и правильное позиционирование помогли закрепиться на прилавках магазинов и в умах покупателей. Хотя ещё три года назад новый Фантом стоил намного дешевле американского соло от 3D Robotics, которая к настоящему моменту в своей прежней форме даже не смогла выжить на рынке и сейчас занимается только программными решениями для промышленного применения. Совместно со старейшим лидером отрасли Юник. В свою очередь за несколько последних лет DJI развелась в корпорацию, которой обычные потребители уже не столь интересны. Вот и смотря на Фантом 4 Pro становится понятно, коптер избыточен для любителя. Его возможности приближаются к дорогостоящим профессиональным решениям для видеосъёмки. Много не мало, скажете вы. И будете правы. Но тут вопрос в цене. Покупать себе такой дрон первым и при этом не планировать использовать его так или иначе для серьёзной работы и заработка нецелесообразно. Лучше выбрать что-то попроще и тут уже есть из чего выбрать. Вот наш оператор Алексей два года назад выбрал для себя дрон Mi Drone 4K, выпускающийся небольшой компанией EFIMI под брендом Xiaomi. На тот момент это была вторая версия на базовой платформе дрона. Для компании это был первенец, который на старте продаж имел очень сырую прошивку. Чего только стоило откалибровать дрон, слушая советы инструкции в приложении. И вот Лёха, кстати, записал тогда отдельное видео про правильную калибровку. Не знаю, как сейчас, но долгое время это была единственная правильная инструкция. Найти ролик можно на FOPDA и Вики в ветках про данный дрон. Сейчас прошивка сильно изменилась, но полноценных настроек для видео до сих пор нет. И скорее всего, как бывает с подобными устройствами, уже не будет. Хотя стоит признать, что обновление компании выпускает с завидной регулярностью. А вот другой наш испытуемый, Xero Explorer 4K, напротив, уже из коробки может похвастаться как более полноценным комплектом, так и, на первый взгляд, более функциональной прошивкой. Это детище именитый ZeroTek и Rappu Technology. Xero и Zero пишутся по-разному, но вполне вероятно, что именно потому, что материнская компания все же ZeroTek, дрон, наверное, все же на американский манер правильнее произносить как Zero. Да, и черт с ним. Вернусь, в отличие от аскетичного Медрон, тут не только есть док-станция для зарядки аккумуляторов, которая позволяет одновременно заряжать еще и пульт, но и второй аккумулятор. Два фильтра для модуля камеры, комплект запасных демпферов для подвеса, болты, отвертка, ремешок для ПДУ и даже пара камуфляжных наклеек для корпуса. Судя по дизайну, создатели были явно неравнодушны к продукции компании NVIDIA, так и прут из него черты Shield. Но внешность, откровенно говоря, не главная. Как и в Медрон 4К, в Xero на раме применяются бесколлекторные моторы размера 2212. Вольт-скоростная характеристика моторов неизвестна, но у Медрона она составляет 800 оборотов на вольт. Вал крепления пропеллера имеет насечки, препятствующие провороту пропеллеров с самозатягивающейся резьбой. Решение весьма стандартное и проверенное, тогда как у Медрон пропеллеры имеют быстросъемные фиксаторы, которые со временем разбалтываются и приводят к вибрации. У Фантома 4Про, на первый взгляд, тоже недолговечное крепление, да еще на самом моторе. И вот если у вас есть опыт эксплуатации Фантома, пишите, не вызвало ли крепление нареканий. Самые маленькие пропеллеры у Xero, тогда как у Медрона они самые большие. Рамы схожи по размерам, но Xero все-таки компактнее. Достигается это за счет того, что аккумулятор тут навесной. Он имеет 4 ячейки, напряжение 11 вольт и емкость 5200 мАч. Аккумулятор Медрона производства LG имеет 4 ячейки выше напряжения 15,2 вольта и 5100 мАч. У Фантома аккумулятор на 5870 мАч. Рабочее напряжение тоже 15,2 вольта и 4 ячейки. То есть самый емкий. Аккумуляторы всех дронов литий-полимерные. Вес дронов примерно равен около полутора килограмм. Но самый шустрый из них Фантом. Он развивает скорость до 20 метров в секунду. Медрон чуть меньше, 18 метров в секунду. Ну а Xero по сравнению с ними просто тихоход. Только 8 метров в секунду. Что вполне нормально для обычной съемки, но мало для спортивных соревнований, например гонок. Он также лишен дополнительных датчиков. Даже в Медроне есть нижняя камера для определения видимой текстуры и ориентации. А также ультразвуковой датчик высоты. Про Фантом и говорить не стоит. Там как на машине, система парковочных камер и датчиков. У него полноценное обнаружение препятствий в пяти направлениях. Поэтому возможен облет и маневры даже внутри помещения. Это то, что недоступно Xero и Медрону. Заявлена максимальная дистанция у Xero не рекордная. Но есть один нюанс с передачей видеоизображения, про который я расскажу чуть-чуть попозже. Антенны можно заметить рядом с ножками. Управление трансмиттером происходит на частоте 5,8 ГГц. А по дальности и отзывчивости рекордсменом снова стал Фантом. Ну что неудивительно. У него же, пожалуй, самый навороченный пульт. У Медрона на любителя. Пластик белый и шероховатый, собирает всю грязь. Wi-Fi модуль тут отдельный. Видимо, изначально планировали его интегрировать. Но не успели до начала продаж или что-то такое. У Xero пульт показался удобнее. Но возможность связать его с телефоном только по Wi-Fi, без возможности использовать кабель, огорчает. Выдвижное крепление для телефона показалось слишком хлипким. И скорее больше подходит для небольших и легких смартфонов. Компенсируется эта камера, которая продумана лучше. Можно ставить фильтр нейтральной плотности или обычный защитный ультрафиолетовый. На модуле Медрона так не сделать, в силу конструктивных ограничений. Но вот что плохо, сам модуль Xero выглядит менее надежным и сложным. То, что в остальных скрыто, тут прям беззащитно. Ну, такое ощущение складывается, по крайней мере. Как он снимает в сравнении с другими, мы сейчас посмотрим. Забегая вперед, скажу, что в этот день мы на всех устройствах попытались выставить настройки, которые в дальнейшем позволят более свободно работать с картинкой в монтажных программах. Ну, а если точнее, провести цветокоррекцию. Если с Фантомом это плевое дело, а с Медроном крайне сложное, то вот что мы получим на Xero. Убирать детализацию в минус, в надежде ее позже вернуть в монтажки, тут определенно не стоит. Но только посмотрите на плавность. Может, Медрон и стабильнее при сильном ветре, но стабилизаторы Xero и Фантома справляются многократно лучше. Картинка у Xero, как по рельсам, при том, что стоит он намного дешевле Фантома. Отсмотрев материал, мы решили сбросить настройки и повторить полеты, но уже при минимальном ветре и хорошей погоде. Второй день полетов у нас сегодня получился практически в идеальных условиях, как для самих коптеров. То есть, практически полный штиль, ветром не сносит, ничего такого. И для их камер. То есть, ясное небо, яркое солнце, прекрасную погоду в конце осени подарила нам природа. По поводу полетов этих коптеров вот в таких условиях. Нет абсолютно никакой разницы. То есть, Xero, Медрон, DJI Фантом ПРО прекрасно взлетают, садятся, маневрируют, улетают куда мне нужно. И все это в моих руках, в руках новичка, у которого совершенно нет опыта управления и работы с такой вот техникой. То есть, если вы думали, что вы придете в магазин, допустим, и купите DJI Фантом, только потому, что для новичка он наиболее пригоден, то есть, он все будет делать за вас, он будет стабильностью. Ничего подобного. Все они прекрасно управляются, ну, моими руками рака. Вот, точно так же, как DJI Фантом. При этом, DJI Фантом в тех условиях, которые мы, в которых мы снимали предыдущие, вот, предыдущий день полетов у нас был, DJI Фантом оказался самым нестабильным в условиях сильного ветра, вот, в таких вот экстремальных, можно сказать, условиях для этих дронов. И к сиру был стабильнее, и самым стабильным оказался ми-дрон, он просто, просто титан духа. Но камера все-таки лучше у DJI Фантом отрабатывала стабилизацию. То есть, видео получалось стабильнее в таких условиях. Ну, вот что вам, шашечки или ехать? Сегодня мы летали далеко, то есть, в прошлый раз не получилось, в общем, было страшно отпускать дрон. Далеко, сегодня далеко летали, и всплыли особенности к сиру, особенности в управлении, потому что, когда дрона не видно, я вижу картинку на экране смартфона, который подключен к пульту. И эта картинка очень сильно лагает, и когда я его не вижу, мне очень сложно понять, куда он летит, то есть, что он сейчас делает. То есть, нужно в голове держать траекторию и не отпускать джойстики, иначе потом его вернуть будет очень сложно. Ну, самостоятельно, под самостоятельным управлением. Также лаг есть у Мидрона, а у DJI Фантома его практически нет. То есть, если вот эта особенность важна, здесь стоит обратить внимание на дальность полета. То есть, когда дрон далеко, его не видно, я бы не стал советовать к сиру точно. Но у к сиру самый маленький запас заряда. Ну, у него, на самом деле, вроде бы по размеру даже самые маленькие аккумуляторы, но их два в комплекте. Так что, можно все-таки полетать подольше. У Мидрон тут немножко по-другому. Если бы он был на месте к сиру, он бы уже сел там, потому что после 15% он пытается сесть. Ему можно сопротивляться, это тяжело, вот, и взять управление на себя. Но это вот его особенность поведения. DJI Фантом возвращается домой. То есть, он пытается вернуться домой и там уже сесть. Этому тоже можно препятствовать и взять управление на себя до определенных условий. Честно говоря, я точно не знаю, каких. Но мне сегодня удавалось его вернуть, по-моему, на 12 на ручном управлении. А управляются и летают они одинаково. Ну вот, как снимают, разберем сейчас в идеальных условиях. Снова к сиру показывает чудеса плавности. Но где детализация? Дроны были сброшены, профили тоже. Сначала плоский, затем стандартный. Но кроме контраста и цветности, изменений больше нет. Детализация низкая, картинка выглядит как после шумодава. Очень обидно, учитывая, что подвес камеры к сиру, даже горизонт отрабатывал лучше, чем два других дрона. Погода идеальная, освещение максимальное и мыло на камере. Явно не результат обработки шумов. Все попытки сбросить настройки ни к чему не приводили. Зато попутно всплыли баги приложения, которое выпадало и не всегда реагировало на действия. И чем больше было полетов, тем сильнее закрадывалась мысль, что дело в софте. Но даже на официальном сайте всего одна прошивка. Мы отложили тестирование и начали искать проблему. К сожалению, из доступной информации складывалась картина, что совместная работа Zerotec и Rappu Technology над серией Xero прекращена. Этому свидетельствует и отсутствие информации о дронах на головном сайте Zerotec, и отсутствие приложений в магазинах Android и iOS. Сами программы можно скачать на сайте, посвященном к сиру. Но вся активность бренда заканчивается еще и в 2017 году. Молчат и официальные страницы в социальных сетях. У нас не было возможности более продолжительного тестирования надежности устройства. Но, суть по всему, именно модульность и стала тем решающим фактором. Устройство явно требует более бережного обращения к себе. А любая оплошность может стать причиной аварии. Несложно найти отзывы, где люди жалуются на отваливающийся аккумулятор и падение дрона. Очевидно, они забывали использовать фиксатор батареи. Фиксатор тут действительно миниатюрный и требует аккуратности при использовании. При активном маневрировании незаблокированные подвесы действительно могут и отвалиться. Калибровка компаса, как и у Медрона, может занять лишнее время и получиться может не с первого раза. Но, как и в случае с устройствами от FIMI, это придется сделать. Справедливости ради надо отметить, что Медрон не продается официально нигде, кроме Китая. Видимо, его недостатки тоже не позволили ему стать хитом. Но аннексирую, хотя бы есть гарантия, его ценник на момент съемки был ниже. Пока мы разбирались, желтая листва сменилась на снег. И в итоге Хобби-центр для нас нашли новый подвес с камерой. Но, как показали следующие полеты уже ближе к Новому году, новый комплект был лишен проблем с картинкой. Хотя версия его прошивки полностью совпадает с предыдущим. Изображение не рассыпается и камера показывает максимально возможную для нее детализацию. Режим с уменьшением резкости отрабатывает, а настройки возвращаются в стандартные значения. Жаль, нет информации по сенсору. Неизвестно только, что он имеет диагональ стандартную для смартфонов. Сам оптический блок имеет диафрагму 2.8 и фокусное расстояние 24 в пересчете к 35 мм. Это оптимальное значение угла для дрона, которое не даст изображению выглядеть, как снятая на GoPro или объектив Fisheye. Считается, что человек видит мир примерно как объектив 22-24 мм. Именно такое фокусное расстояние и на Phantom 4 Pro. Цветосила тоже аналогичная. В заключении хочется сказать, что не бывает идеальных устройств. Это касается и дронов. Среди них Xero в первую очередь выделяется своей камерой. Так как подобной по качеству в этой ценовой категории просто нет. Ну, либо я не знаю этой марки. Тут главное тщательно проверять после покупки. Да, этот дрон не самый быстрый, не самый интеллектуальный, но за свои деньги он предоставляет все необходимое, наверное. Тоже можно сказать и про Мидрон. Про него еще можно сказать, что свою стоимость он оправдал за период эксплуатации. Хорошая надежность, но жаль, что видеовозможности ограничены прошивкой. Ну, а на сегодня все, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok